Компания Toyota рассекретила полноразмерный кроссовер Grand Highlander, построенный на той же платформе, что и актуальный Highlander. В американской модельной линейке новинка расположилась между обычным Highlander и рамным внедорожником Sequoia. Grand-версия будет предлагаться с тремя силовыми агрегатами, включая два гибрида. Grand Highlander — это не просто удлиненная версия исходного кроссовера, а самостоятельная модель с оригинальным дизайном, разработанным в калифорнийской студии, хотя платформа у них прежняя. Это TNJ-K с поперечным расположением двигателя, стойками MacPherson и многорычажкой. По сравнению с Highlander у него меньше выштамповок на капоте, иначе оформлена головная оптика, а фары подчеркнуты единой изогнутой хромированной линией. Крупная радиаторная решетка объединена с воздухозаборником в нижней части переднего бампера. Горма отличается за счет фонарей с C-образным рисунком, а между ними располагается эмблема Toyota и название модели. Grand Highlander может иметь колеса диаметром от 18 до 120 дюймов. По габаритам новинка больше обычного Highlander на 166 мм в длину, на 59 мм в ширину и на 26 мм в высоту, а колесная база больше на 96 мм. Объем багажника составляет 595 литров, это на 142 литра больше, чем у простого Highlander. Со сложенными сидениями второго и третьего рядов объем составляет 2761 литр, это на 374 литра больше. Измерения выполнены по американской методике SAE. Как и кузов, салон полностью новый. Передняя панель, дверные карты и центральная консоль не имеют ничего общего с обычным Highlander. Третий ряд рассчитан на троих сидоков, можно выбрать версию на 8 или 7 посадочных мест. В первом случае на втором ряду установлен трехместный диван, а во втором раздельные капитанские кресла с индивидуальными регулировками. По всему салону размещено 13 подстаканников и подбутыльников, плюс есть семь разъемов USB Type-C, а в боксе между передними сидениями может разместиться планшетный компьютер. В базовое оснащение входит медиа-система с экраном на 12,3 дюйма. Она оснащена голосовым управлением и точкой доступа на пять устройств. Есть электропривод передних сидений, сервопривод пятой двери и комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense 3.0. Среди опций виртуальные приборы на 12,3 дюйма, проекционный экран, дисплей вместо салонного зеркала, камеры кругового обзора, панорамная крыша и многое другое, что положено топовым Toyota. Grand-версия позаимствовала часть техники у обычного Highlander. Это базовый турбомотор объемом 2,4 литра, мощностью 269 л.с., работающий с восьмиступенчатым автоматом, и гибридная система на 246 л.с., которая включает атмосферник объемом 2,5 литра, двигатель и электромеханический вариатор. Оба варианта могут иметь передний или полный привод. В случае с гибридом он реализован дополнительным электромотором на задней оси. Третья версия — это установка Hybrid Max от кросс-седана Crown. Про него, кстати, на канале есть отдельный обзор. Кому интересно, ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. В ней бензиновый турбомотор объемом 2,4 литра работает в паре с шестиступенчатым автоматом и электромотором, а полный привод тут установлен по умолчанию. Максимальная отдача системы составляет 367 л.с. и 542 ньютон-метра. Такой кроссовер может буксировать прицеп массой до 2,3 тонны, а разгон до 60 миль в час с 97 км в час занимает 6,3 секунд. Выпуск Grand Highlander наладят на заводе в штате Индиана. Старт продаж запланирован на лето, а цены Toyota объявят позже. Друзья, понравился ли вам дизайн нового Grand Highlander? И не кажется ли вам, что он похож на раздутую версию Toyota RAV4? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова